Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Присяга и назначение главпрофильных комиссий. Чем запомнилось первое пленарное заседание законодательного собрания второго созыва. Эффект машины времени. За один день гости военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах посетили сразу 13 эпох. Масштабный марш и клятва на верность вузу. 3000 севастопольских первокурсников присоединились к студенческому параду. Арт-бухта станет чище благодаря вмешательству прокуратуры. Водоканал обязует устранить организованный сброс загрязненных сточных вод. Сила и сосредоточенность. В Севастополе прошел Кубок России по армресвенгу. Но мы сразу переходим к главной новости этой субботы. Присяга и назначение главпрофильных комиссий. Так прошло первое пленарное заседание законодательного собрания Севастополя второго созыва. Работа городского парламента началась раньше запланированного. В неочередной созыв народных избранников инициировал глава города, временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Депутаты решили провести в один день сразу два заседания. В зале заседаний нет свободных мест. На свою первую рабочую встречу пришли все новоизбранные депутаты. Согласно уставу, работа законодательного собрания Севастополя ввиду отсутствия председателя начинается с выступления самого старшего парламентария. Уважаемые депутаты, я хочу вас всех поздравить с избранием депутатами Севастопольского законодательного собрания и пожелать нам хорошей работы на благо нашего любимого города-героя Севастополя. После прозвучавших гимнов России и Севастополя народные избранники принимают депутатскую присягу. Обещание служить во благо народу завершается троекратным клянемся. Первая встреча депутатов в рабочем формате проходит на заседании без номера. На рассмотрение вносятся вопросы, которые касаются исключительно организации работы законодательного собрания. Избрание председателя, назначение глав профильных комиссий и утверждение состава счетной комиссии. На должность главы парламента была выдвинута одна кандидатура. Им оказался депутат и сопредседатель Севастопольского штаба УНФ Владимир Немцев. Количество голосов поданных за 24 против 0 решили в соответствии со статьей 18 устава города Севастополя статьями 10 и 11 законы города Севастополя 10 июля 2014 года номер 35 ЗС о законодательном собрании города Севастополя считать избранным председателем законодательного собрания города Севастополя второго созыва Немцева Владимира Владимировича. Слова поддержки новому председателю законодательного собрания Севастополя выразила экс-спикер парламента Екатерина Алтабаева и временно исполняющая обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Мы верим в то, что вы достойно будете исполнять то очень нелегкую, но такую важную обязанность, которую сегодня возложили на ваши плечи, коллеги депутаты. Я очень с большим удовлетворением услышала то, о чем вы говорили в своей короткой, но очень такой содержательной речи. Мне кажется, это очень важно, во-первых, для Севастополя и севастопольцев. Я приветствую, я уже об этом говорил на партийной конференции, куда меня приглашали в движение Владимира Владимировича Немцева, которая закончила сегодня избрание моего председателя законодательного собрания. С моей стороны все будет сделано для того, чтобы законодательное собрание работало с правительством в одной команде. Это не значит, что у нас не будет противоречий по каким-то вопросам. Мало того, эти противоречия я даже приветствую, потому что только обсудив с разных позиций любое решение, можно прийти действительно к тому решению, которое будет работать на благо города. Сам Владимир Немцев пообещал достойно исполнять возложенные на него обязательства. Также могу заверить, что приложу все силы для того, чтобы действительно это была конструктивная работа, работа единой команды на благо Севастополя и севастопольцев. И, конечно, это должно быть как единая команда внутри законодательного собрания, так и единая команда севастопольцы, законодательное собрание и правительство. Тогда мы действительно сможем решить все вопросы. Сразу после этого тайным голосованием определили председателей профильных комиссий городского парламента. Так, комитет по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Колбин. Вячеслав Камзолов будет отвечать за работу комитета по городскому хозяйству. Татьяна Щербакова будет курировать вопросы здравоохранения и социальной политики. Председателем комитета по образованию, науке, культуре и спорту стала Елена Глотова. Главой комитета по экономике Евгений Дубовик. Комитет по градостроительству и земельным вопросам по-прежнему возглавляет Вячеслав Горелов, а комиссию по бюджету доверили возглавить Сергею Лисейцеву. Поздравляем вас с избранием. Желаем плодотворной работы. По сравнению с работой законодательного собрания первого созыва, количество профильных комиссий увеличилось с шести до семи. Расширить планируют и список заместителей спикера городского парламента. До трех человек. Двух из них избрали на первом же заседании. Ими стали член партии «Единая Россия» Татьяна Лобач и представитель КПРФ Севастополя Василий Пархоменко. Избрание третьего зама требует внесения изменений в устав законодательного собрания. Поэтому вопрос в первом чтении и был вынесен на обсуждение на пленарном заседании под номером один. Документ поддержало большинство народных избранников в первом чтении. Впрочем, уже на этом этапе появились первые вопросы. Владимир Владимирович, хотел бы понимать, какова необходимость срочного принятия внесения изменений в устав? Парламент у нас, законодательное собрание многопартийное. Зашли пять политических сил. Поэтому целесообразно, еще раз повторяю, для политического паритета, для более полного участия политических сил в работе парламента, более справедливого, принять вот такое решение и принять действительно в ближайшее время. На этом же заседании утвердили и кандидатуру на должность сенатора в Совете Федерации. Представлять интересы Севастополя там будет экс-спикер законодательного собрания города Екатерина Алтабаева. Решение было принято единогласно. Я осознаю, что это очень большая работа. Надеюсь, что если мне такое доверие будет оказано, это будет работа, которую я буду делать, конечно, безусловно, прежде всего, в интересах нашего города. И я думаю, что, так же, как я до этого говорила, что очень важно, чтобы у нас была единая команда в Севастополе. Я думаю, что и сенаторы от города Севастополя – это часть этой единой команды. Завершилось первое заседание неоднозначным заявлением. Один из избранных депутатов, Евгений Зубарев, досрочно прекратил свои полномочия. Теперь его место займет один из депутатов Единой России по партийному списку, руководитель Центра адаптивного спорта, депутат Законодательного собрания первого созыва Евгений Мащенко. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. Спасибо. Ну а продолжаем мы новостями из соседнего региона. В Крыму в два раза подорожали авиабилеты. Стоимость перелетов повысилась в августе. По сравнению с июлем цена выросла приблизительно в 1,8 раз. Об этом сообщает Крымстат, ссылаясь на собственные исследования. Дальше цитата. Из услуг транспорта в августе значительно подорожали услуги воздушного транспорта. Проезд в такси, а это примерно 5,5%, одновременно подешевела газовое моторное топливо на 3% и бензин на 0,2%, говорится в сообщении. Вместе с тем в республике, как и в других регионах Южного федерального округа, наблюдается незначительная дефляция, вызванная сезонным снижением цен на продовольственные товары. Так, в последний месяц лета наблюдалось снижение цен на помидоры, морковь, лук и картофель в целом до 32%. Тем временем, природоохранная прокуратура обязала водоканал устранить сброс неочищенных ливнестоков в артиллерийскую бухту. Долгое время в районе пляжа Хрустальный в море вместе с дождевой водой попадает и бытовой мусор. С очисткой не справляется установленный в этом месте коллектор, так как работает без очистных сооружений. Сточный коллектор, о котором идет речь, находится здесь, в районе мыса Хрустальный. Через него вместе с дождевой водой и пылью городских улиц попадает и весь мусор. Все это прямотоком стекает в артиллерийскую бухту. Последний крупный сброс источных вод произошел в начале лета этого года. Местные жители обратились с жалобой в надзорные органы. В июне экологической проблемой занялась Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Отбор проб воды показал – акватория Черного моря загрязнена. В образцах превышена предельно допустимая концентрация нефтепродуктов. Из данного коллектора производился сброс ливневых вод, в которых может содержаться нефтепродукты, а также другие иные загрязняющие вещества, которые собираются в процессе осадков с площадок, в том числе и автостоянок. Ливневые коллекторы находятся на хозяйствовании водоканала. Трубопровод «Пляжа Хрустальный» принадлежит предприятию с 2017 года. Но до проверки прокуратуры организация не обращала внимания на сброс неочищенных сточных вод в море. По результатам проверки природоохранной прокуратуры в Ленинский районный суд предъявлено исковое заявление о понуждении ГУП города Севастополя водоканал устранить допущенные нарушения в области охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Исковое заявление прокуратуры суд удовлетворил. В течение 12 месяцев водоканал должен устранить сброс неочищенных вод в артиллерийскую бухту и установить очистные сооружения на коллекторе. Алина Пчелинцева, Дмитрий Лелека, Севонформбюро А мы продолжаем наш выпуск «Три дня и 13 эпох». До 15 сентября Федюхины высоты захватил Крымский военно-исторический фестиваль. Античность, Османская империя, Древняя Русь, более тысячи реконструкторов при поддержке правительства Москвы и Севастополя, а также агентства «Ротоборцы» вдохнули жизнь в грандиозную историческую площадку. Оружие, музыка, быт и ремесла – все детали собраны по крупицам и воссозданы до мелочей. Как варили кофе в Османской империи, почему скифы создавали посуду только вручную, и кто стал вдохновением для легендарной картины Рафаэля Санти, узнавала наша съемочная группа. Античность. 4-5 век до новой эры. В легких туниках и платках от солнца прячутся эллины. В шатрах скифские женщины лепят чаши из глины. Волевой народ не признавал гончарный круг, поэтому посуду создавали исключительно вручную и обжигали ее не в печах, а в специальных ямах. Материалы уникальные, очень простые. Там конский навоз добавляется, одна часть к двум частям глины, и одна часть к четырем частям уже смеси с навозом, так называемый шамот. То есть это осколки битой керамики, раздалбливаются прямо в муку буквально и добавляются. Это для того, чтобы, так как у нас температура обжига ниже, чем в печах, вот для того, чтобы это все прожигалось насквозь. Эллины, соседи скифов, особенно кропотливо относились к росписи терракотов. Гротескные изображения использовались в качестве приношения. Чаще всего маленькие фигурки были розовыми или голубыми. Яркие краски делали из натуральных минералов. Но настоящим искусством было владение оружием. Чаще всего кочевой народ воевал на лошадях, поэтому главным оружием был лук. За считанные минуты воины окружали вражеское войско и каруселью уничтожали его чередой стрел. Небольшие острые наконечники, бронзовые трехгранники, наносили сильный урон в бою. Луки – это такие сложносоставные. Из биокомпозита, то есть дерево, жилы, кожа, кость, рог. Сейчас современные луки, они все-таки больше на углепластике и прочих, более гибкие материалы. Не менее жестокая, но более точная тактика боя была у янычар, так называемых «золотых воинов», телохранителей султана. Мужчины и мальчики, которых забирали как дань, проходили восьмилетнее обучение. Принимали ислам и вступали в ряды армии Османской империи. На небольшой площадке раскинулся целый лагерь янычар. Рядом традиционная кухня – и чпилав, плов, булгур, шашлык и супы. Кстати, в основном еда была малосоленой. Привычную для нас специю, как и сахар, могли себе позволить только очень богатые люди. Но ни одна трапеза не обходилась. Без кофе. Сначала кофейные зерна обжаривают на костре. После готовые помещают на вот такой поднос. Здесь им нужно немного остыть. Несколько зерен помещают в мельничку. Если на трех верблюдах семян купить, сколько денег будет? После перемалывания молотый кофе праётся в нижнем отсеке. Именно его засыпают в турку. В турке кофе варится минимум 2-3 минуты. До кипения ему нужно двести. Трижды. Готовый кофе подаётся к столу. Проверь, чтобы не обманули тебя. Кто-то будет кофе? Я буду кофе. Неси ко мне, женщина. Давай, сестра, угощай нас. Скройся с глаз мужчины. На площадках не принято называть друг друга настоящими именами. Антураж, костюмы и даже свои роли реконструкторы самостоятельно воссоздают согласно историческим документам. Чтобы погрузить гостя в атмосферу ушедшей эпохи, каждый элемент должен соответствовать выбранному времени. Мы поехали в город Стамбул, где три дня ходили по музеям. Ходили, смотрели, выбирали. Кафтан себе приобрёл, жене приобрёл. Закрой лицо, женщина. Выбрали в лучших музеях реквизит. Кувшины, ковры, барабан. Ахмед! Прогулки по базару и игра в нарды. Так проходил День мирных жителей Османской империи 16 века. Гораздо азартнее и опаснее были игры в Священной Римской империи. Те, кто осмелился бросить кости в глюкхаусе, чаще всего оставались без гроша в кармане. Правила настольной игры просты. На дощечке изображены 12 чисел. Если вам выпадает одно из них, вы ставите монету. А если кто-то это сделал до вас, забирайте. Получается, семёрка, первая это свадьба. Двойка с семьёй. Получается, когда выпадает двойка, не забирают семёрку, потому что свиней не приглашают вас в свадьбу. Да. А 12 это король. Король забирает всё. На площадках гости не зрители, а участники исторического действия. Желающие могут изготовить пару обуви или написать записку гусиным пером. Если подойти к маленькому шатру хранителя чернил, можно послушать историю о картине Мадонна Конестабели, наброски которой Рафаэль Санти сделал на рыбном рынке. Дело в том, что Рафаэль искал натурщицу для Мадонны Конестабели очень долго. И его поиски, видите ли, когда вам нужно написать Богородицу, вы редко останавливаетесь на каком-то среднестатистическом варианте. Да, вы видите, вы ищете истинное вдохновение, что-то прекрасное, что-то невероятное. Он проходил мимо прилавка рыбника и внезапно в толпе обнаружил потрясающую девушку, которая в его представлении была, естественно, не Девой Марией, но достаточно убедительным прототипом. Все это и многое другое гости военно-исторического фестиваля на Федюхиных высотах могут увидеть и узнать самостоятельно. Более тысячи реконструкторов создали 13 площадок, каждый из которых посвящена своя эпоха. Музыка, ремесла, оружие и танцы – здесь оживает история. Если вы решите сбежать от 21 века, помните важное правило – тот, кто погрузился в мир ушедших эпох, никогда не будет к ним равнодушным. Дарья Гзюнова, Дмитрий Фомин, Денис Александрович, Александр Косманенко, Севанформбюро. Севастопольские первокурсники присоединились к параду российского студенчества. Грандиозное посвящение в студенты проходит в России с 2002 года. Наш город присоединился к уникальной молодежной акции в четвертый раз. В этом году она проходила на территории Парка Победы. Три тысячи учащихся из семи городских вузов прошли большой колонной к студенческому парку. В руках у ребят флаги учебных заведений и студенты скандируют названия своих вузов. Озорные, молодые и веселые они дают клятву на верность студенческому братству. Очень классно для молодежи испытать такие эмоции, потому что здесь площадка. Они, конечно, пришли каждый со своим высшим учебным заведением, каждый со своим факультетом. Но, тем не менее, здесь можно найти новое знакомство, познакомиться с новыми ребятами. И понять, что российское студенчество, севастопольское студенчество имеет очень большую силу. А после посвящения марш к одному из главных парков молодежи – студенческому. В колонии три тысячи первокурсников из семи высших учебных заведений города. Очень весело, очень много всего нового, всякие мероприятия, больше свободы, но больше ответственности. Но на самом деле чувствуется что-то, новизна очень сильно чувствуется. Неожиданно, очень все хаотично кажется, что все хаотично, но на самом деле потом все складывается в единую систему, и потихоньку начинаешь уже вникать, что происходит. Энергии первокурсникам хватит не только на учебу, но и на активный отдых. Впереди знакомства, развлечения и по-настоящему лучшие студенческие годы. На учебу в наш город приехали ребята из разных уголков России. Я хотела поменять климат своего города, потому что мне он не нравился. И мой друг подал сюда документы, я тоже решила попробовать и поступила на бюджет. Как сказал мой одногруппник, есть фантазия заработать миллионы. Парад студенчества сближает первокурсников разных вузов и дает им возможность почувствовать себя одной большой дружной командой. Алина Пчелинцева, Юрий Риутин, Севанформбюро. Впервые в Севастополе пройдут большие гастроли Иркутского театра юного зрителя имени Александра Вампилова. Откроются они 15 сентября на сцене севастопольского тюза. Девять лучших постановок как для детей, так и для взрослой аудитории покажут иркутяне в нашем городе. Когда-то в 1980-м они впервые приехали в Крым с двухмесячными гастролями, став первым профессиональным театром юного зрителя, посетившим города полуострова. Однако в Севастополь все далекие времена попасть не довелось. И вот спустя почти 40 лет пришло время это упущение исправить. Иркутский театр юного зрителя. Его история ведет начало с далекого 1928 года. Более 30 лет назад тюзу было присвоено имя драматурга Александра Вампилова. Среди постановок театра, которые будут представлены севастопольским зрителям, спектакли по произведениям Антона Чехова, Павла Бажова, Марины Цветаевой, Василия Шукшина. Накануне предстоящих гастролей дирекция севастопольского тюза, на сцене которого будет показано большинство постановок, принимала гостей из Восточной Сибири на устроенной по случаю их приезда пресс-конференции. Это новый коллектив, с которым всегда интересно познакомиться. Это спектакли, 9 названий, которые пройдут всего один-два раза. И я думаю, что каждое название, вот я смотрю вашу афишу, ну просто интрига и интерес огромный. Две крупномасштабные театральные работы иркутяне покажут на сцене «Дома офицеров флота». Это сказка «Королевство кривых зеркал» и спектакль «Инокентий», ставший лауреатом Международного театрального фестиваля «Золотой витязь». Он повествует о жизни известного православного деятеля XIX века Иннокентия Московского и Коломенского, которого называют просветителем Сибири. «Великий человек, великие деяния. Ну, сами понимаете, что за два часа на сцене, ну пусть даже 2.40, всю жизнь не расскажешь, это только страницы великого пути. Так определен жанр спектакля». Гастроли иркутского тюза станут обменными. В следующем году иркутяне встретят на своей сцене труппу Севастопольского театра юного зрителя. Подготовка к ответной поездке начинается уже сейчас, а пока в течение 10 ближайших дней гости из далекого сибирского города будут стараться покорить южную театральную публику, подхватив недавно возрожденную эстафету больших гастролей лучших профессиональных театров России в нашем городе. Максим Давыдов, Юрий Риутин, Севенформбюро. И перейдем к новостям спорта. В Севастополе прошел Кубок России по армрестлингу. В турнире соревновались представители шести регионов – Краснодарского края, Якутии, Белгородской и Калужской областей, Крыма и Севастополя. Спортсмены встретились в зале пятой спортивной школы. Перед началом чемпионата обязательная разминка и моральная подготовка. В этом виде спорта необходимо психологически настроиться. Важно максимально сконцентрироваться, и лучший результат не заставит себя ждать. Нужен, да, внутренний настрой, все на взводе должно быть так. Тут все очень быстро, как вы могли видеть, да? Резкий старт, все, проиграл, ушел. Зарубы такие длительные редко, к сожалению. Соревнования проходят в семи разных весовых категориях. Для победы важна не только физическая сила, но и техника. Соревнования – это же, как сказать, ну это борьба. Борьба не только с человеком, но и над собой. Ну, трудно, как в любом спорте, это все трудно. Подготовка, естественно. И на соревнованиях главное не перегореть, собраться и показать то, что как ты готовился. Судьба противостояния решается буквально за считанные минуты. Победители определят по итогам борьбы на правую и левую руку, если ничья назначается решающая схватка. Армрестлинг – это практически борьба рычагов. Во время схватки спортсмену нужно занять выгодную точку опоры, чтобы легче было применить силу и помешать это сделать сопернику. Соревнования по армрестлингу проводятся в нашем городе третий год подряд по инициативе Федерации армрестлинга Севастополя. На Кубок России по армрестлингу собрались команды из Якутии, Белгородской, Калужской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Это спорт сильный, спорт мужчин, и, конечно же, нужно очень тонко обладать тактическими знаниями и физическими характеристиками, чтобы показывать результат в армрестлинге. Зачастую во время жаркой сложной борьбы руки спортсменов соскальзывают и разрывают захват. Судьям приходится связывать кисти соперников ремнями. Команда, которая занимает первое и второе место, соответственно, представители этих команд выполняют норматив мастера спорта России, поэтому здесь такая нешуточная конкуренция. Армрестлинг сложно назвать командным видом спорта. Скорее, это личное достижение каждого участника соревнований. Лучшие из лучших в финале соревнований заберут главный приз Кубок России по армрестлингу. За минувшие сутки в Севастополе на свет появилось 14 детей, 11 мальчиков и 3 девочки. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севен Форум Бюро. Эфиры вечером в 19 часов, в 21.30 и 23 часа, ночью в 2 и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции городской 59-060 и мобильный плюс 7978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете также на нашем сайте ntsdvstv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин